Мы уже близко-близко, между прочим. Доброе утро всем. Доброе утро, друзья. У нас сейчас время звёздного утреннего эксперта на стране FM, и будем говорить мы о молодости и красоте. В общем, мы хотим с Владом обсудить привычки, которые нас делают моложе и которые нас старят. И прямо сейчас с нами на связи уникальнейший специалист по омоложению, автор системы молодости лица, или, как говорят на английский манер, анти-эйдж-эксперт Ольга Малахова. Доброе утро, Ольга. Ольга, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Я как раз порепетирую букву «Р» «Прекрасно выглядите», хочу я вам сказать. Спасибо большое. Слушайте, ну мы сегодня вот хотим... Давайте вот конкретный вопрос я бы хочу задать. Ответьте на него, пожалуйста. Вот, допустим, есть условно немолодой человек. Ну, к примеру, не будем показывать пальцем, да? Какие у него должны быть привычки, ну, каждый день, наверное, может быть, утренний, может быть, вечерний, да, там, ну, пять, да, условно говоря, вам виднее, которые помогут ему состариться, но чуть-чуть позже, чем это произойдёт на самом деле. Ох, завернул-то. Ну, то есть, что будет поддерживать такого человека, зрелого, в полном порядке? Некоторые советуют добавлять лимончик, пол-ложечки мёда, вот как лучше, как правильнее вообще? Ну, отличная, отличная рекомендация. В зимнее время года добавьте пару капелек лимона и мёд. Только что лимон, что мёд должно быть хорошего качества. Ну, это понятно, да? Да. Следующая привычка номер три. Вы идёте в ванную комнату и начинаете чистить зубы, правильно? Ну, конечно. Да, и затем я очень рекомендую правильно научиться полоскать рот водой, а для тех, кто уже более продвинутый, можно полоскать рот маслом. Во-первых, это очень полезен массаж дёсен, а если мы делаем полоскание ртом маслом, то это ещё детоксикация у нас идёт внутренней. И, что самое интересное, подтягивается нижняя треть лица, убираются брыли из зоны второго подбородка. Вы берёте воду в рот и начинаете работать только щёчками. Ага. Я поясню. Вот для тех, кто нас сейчас не смотрит, а слушает по радио, то есть мы как бы активно-активно вжимаем щёки. Как будто всасываем. Да, всасываем их и высасываем. Слушайте, а у меня, Оля, вопрос образовался. Речь шла о масле. Масло какое-то? Подсолнечное, оливковое, гречисное? На самом деле масло, да, на самом деле масло может быть любое. Но доказанный эстетический эффект даёт кокосовое масло, потому что очень хорошо зубки отбеливаются. Но любое масло нерафинированное, оно чудесно справляется с этой задачей. Оля, у вас такие белоснежные зубы благодаря кокосовому маслу. И кокосовому маслу в том числе. Следующая привычка. Когда вы принимаете душ, я очень вам рекомендую делать, называется, шевеление скальпом, либо проработка лобно-затолочной мышцы. Для чего? Для того, чтобы наше лицо поднялось вверх, не опускалось вниз под воздействием гравитации, а было поднято вверх. И таким образом, что девочки, что мальчики могут это делать в душе, получать удовольствие под встроенной воды. И вот смотрите, мы поставили пальчики и как гребёнка чуть сдвигаем наш скальп. И всё это протягиваем со всех сторон к макушке. Таким образом усиливается кровообращение, питается кожа лица, другие мягкие ткани, и мы натягиваем лицо. И чтобы окончательно проснуться и тонизировать, и завести весь организм, сделайте, пожалуйста, массаж ушных раковин. Два пальчика, ставим один палец перед ухом, другим за ухом, начинаем их растирать и начинаем массировать мочку уха со всех сторон и козелок, и даже внутри. Потому что, согласно китайской медицине, у нас на ушах находится 170 точек проекции внутренних органов. Вот вам основные пять самых простых привычек, которые смогут тонизировать всё ваше тело, запустить все органы и системы, и, соответственно, это будет отражаться на вашем лице. Слушайте, ну история совсем не сложная. Элементарная такая вещь. Но смотрите, это такая процедура утренняя. А есть ли и нужна ли на подобное, но уже вечернее, когда человек отправляется в сон потихонечку уже? Тогда мы должны с вами, наоборот, расслабиться. Поэтому мы также можем с вами принять душ и уже в душе сделать чуть другие процедуры, не для тонизации, а для расслабления. Что значит человек в тонусе? Это значит, мышца в тонусе усиливается движение крови, но в течение дня этот тонус может перерасти в стресс и в сильное мышечное напряжение. Значит, здесь мы делаем наоборот. Мы растягиваем нашу шею. Влево-вправо. Да, влево-вправо. Мы делаем повороты. Мы можем струю душа и также менять температуру душа хотя бы на 1-2 градуса, таким образом создавая контрастность. Мы можем проходить по всему телу и снимаем напряжение шейно-воротниковой зоны. Мы можем это пройти руками, да. Мы можем это пройти душем. Расслабляемся. Главное расслабиться. Так хотелось обсудить с вами привычки, которые нас делают старее. Но есть у меня такое ощущение, что мы для этого должны еще раз встретиться. А мы это сделаем в следующий раз, Ольга. Давайте договоримся прям заранее сразу. Отлично, я с радостью с вами поделюсь. Там есть некоторые фишечки, которые нам точно нужны. Вот о них мы и поговорим. Спасибо огромное и хорошего дня. Друзья, с нами на связи был наш утренний звездный эксперт, специалист по омоложению, автор системы молодости лица Ольга Малахова. Спасибо. Ох, прям даже вот без массажа мочек ушек я уже... Мне бы даже заделось, как-то мочки сейчас вот как-то помансировать немножечко. Потереть вам? Хотите, Влад? Пока песня будет звучать, может, вы мне поможете это сделать, Юлия? Я могу ручки-то своих вам протянуть. Помассируйте мне уши, пожалуйста. У тебя не...